Всем привет с просторов Эльсвейра. Это не к шестому тест подводка, а к жаре. А новость у нас такие. Китай и запреты для несовершеннолетних. Сарик Адриасян и рынок шкур. Судебный иск в виде комикса. И многие другие новости. Новость шпионского фронта. В Китае официально внедрили систему распознавания лиц. Есть у них такая здоровенная материнская компания называется Tencent. Вы наверняка о ней слышали. Сейчас Tencent стоит дороже, чем Facebook, если что. У них еще под руководством, например, Riot Games есть, которые Лигу Легенд фигачат, и куча акций EGS, Blizzard и многие-многие другие. Так вот, 5 июля Tencent объявила об официальном запуске программы, которую они назвали Полуночный патруль, чтобы следить за несовершеннолетними, которые в игры по ночам играют. Технология, которую получает данные из центральной системы общественной безопасности, Китая теперь следит за активностью каждого подростка. Инициатива должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 10 вечера до 8 утра. Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдет проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью. Пока что эта технология внедрена только в 60 самых популярных игр Китая, но со временем будет разрастаться. В Китае стали уделять повышенное внимание игромании среди несовершеннолетних в последние несколько лет. В 2019 году власти сделали регистрацию под реальными именами обязательными в ряде популярных игр, запретили лица младше 18 лет играть ночью и ограничили покупки на игровых платформах. Но, само собой, все эти правила толком никто не соблюдал. Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошел ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счета в игровом кафе. Сами же геймеры были в ярости, сейчас поймете почему. Напомню, китайских школьников и студентов очень часто вынуждают ходить на факультативные занятия по разным предметам, из-за чего дома они оказываются очень-очень поздно. И для многих из них единственным способом снять учебный стресс и вообще абстрагироваться от всего окружения были как раз компьютерные игры. Профессор психологии Стетсонского университета Кристофер Фергюсон вместе с различными психологами, вроде доктора Мальта Элсона и Патрика Марки, на протяжении 30 лет исследовали роль компьютерных игр в жизни подростков. На эту тему были опубликованы научные статьи, колонки в известных изданиях типа Верити и написана книга «Морал Комбат. Почему война с играми ошибочна?». Кроме этого, тему исследовали и специалисты Оксфордского университета Эндрю Пшибильски и Нета Вайнштейн, и многие другие, например, авторы книги «Gran Theft Childhood» Лоуренс Катнер и Шерил Кей Олсен. Кроме этого, все исследования приходят к тому, что так или иначе компьютерные игры — это просто вид досуга. Мы можем его с художественной литературой сравнить. Там тоже есть сцены войны, жестокости и насилия. И книги также являются поводом отвлечься от всего и погрузиться в эскапизм. В том, что подростки проводят свое время в видеоиграх, нет ничего плохого. Совсем другое дело, когда они перестают спать и есть из-за этого. Я, например, читала случай как раз-таки про взрослых уже, про то, как люди рожали в компьютерных клубах или даже умирали от обезвоживания в игровых залах. Однако во всех этих случаях искать нужно причину не в ужасных электронных врагах, а в том, почему люди уходят так далеко от реальности, забивая даже на самые базовые потребности организма. Кстати, ни одна Тенсент будет следить за людьми по ту сторону экрана. Тут в Бельгии изобрели программу, которая будет следить за политиками, которые отвлекаются на свои телефоны. Разработчик Дрис де Пуртер представил систему искусственного интеллекта, которая отслеживает, сколько времени политики проводят за телефонами на официальных заседаниях. Дело в том, что все собрания фламандского правительства транслируются на ютубе в прямом эфире. С помощью технологий машинного обучения программа распознает телефоны в кадре и идентифицирует чиновников, использующих устройства. Ну а чем еще бедным политикам заниматься, когда у них Гиншин импакт застаивает? Ну вот теперь ничем, видимо. Большой брат бдит. Кстати, о нем. Тут прошел слушок, что теперь программа Audacity, которой можно записывать и обрабатывать звук, теперь все ваши данные переправляет силовикам. Мол, правила там изменились, а мы, конечно же, все их с вами читаем, когда соглашение нажимаем. Так вот. В правилах, мол, появились новые пункты, согласно которым программа будет собирать ваши IP-адреса, модель процессора или данные о вашей операционной системе. Новые правила аудиоредактора также упоминают сбор данных для правоохранительных органов, судебных разбирательств и для запроса властей. О каких именно данных не говорится. Разработчик уже выкатил официальный комментарий на этот счет. И вроде бы там все не так страшно, как малюют. Вроде правила добавлялись совместно с комьюнити и все пришли к соглашению. Все, что связано с вашими действиями и вашими IP, может оставаться приватным. Обновление не обязательно, как и отправка отчетов об ошибках. Даже если мы опустим конкретно этот случай, мы все с вами должны понимать, что мы живем в эпоху прозрачного интернета. Зашедший туда единожды опубличивает все свои тайны. С одной стороны, это хорошо. Это помогает искать мошенников, раскрывать реальные заработки всяких там олигархов и раскрывать всякие тайные темные делишки злоумышленников. С другой стороны, это облегчает поимку за задницу всех инакомыслящих, особенно в политическом ключе. И вот кто теперь знает, может быть настоящий киберпанк наступит тогда, когда люди добровольно перейдут из ваших этих интернетов в, например, те же самые книги. Без камер, без электронных кошельков и документов, без лайков и без комментариев. А с другой стороны, как же тяжело будет таки на шедеврах новых узнавать. Вот, например, у Сарика Адриосяна выходит новый сериал с изящным названием «Рынок шкур». Именно под таким названием собирается выходить сериал, который основан на историях якобы настоящих элитных эскортниц. Кто сыграет главной роли, пока неизвестно. Козловский или Козловский? Или, может, Безруков? Может, Самсарик? Зная о других фильмах автора, у меня закрадываются сомнения насчет того, под каким углом будет показана эта сложная и серьезная тема. Станет ли она мизогинной или будет романтизировать и рекламировать? Что-то мне подсказывает, что все сразу, хотя судить заранее можно только название. И оно чудовищно плохо. Хотя, судя по его социальным сетям, у сериала уже есть фанаты, и более того, многие из них хотят в нем сниматься. Что очень хорошо демонстрирует целевую аудиторию режиссера. Мне же от этого всего хочется помыться в святой воде с хлоркой. Давайте уже о приятном, когда я говорила о Tencent, я упомянула про Riot Games. Так вот, они, между прочим, молодцы. Не только одну из самых популярных моб поддерживают, так еще и культ вокруг нее создали. Кстати, кое-где можно сейчас футболки с KT.A. приобрести. И кроме этого, компания выпустила альбом из 37 треков для свободного использования на Ютубе, Твиче и других площадках. Ура, во время монтажа я смогу не только Харриса Хеллера под видеоряд пускать. Сборник под названием Sessions V станет лишь первым из нескольких. Riot обещает выпустить второй альбом из серии до конца 2021 года. Как говорят в Riot, блогеры смогут не только использовать музыку из Sessions без опаски получить DMCA и Strike, но и спокойно монетизировать контент, в котором звучит музыка из-за выпущенного сборника. Не могу сказать, что песни меня как-то особенно зацепили, но под видеоряд пускать их нормально. Вот, кстати, сейчас одна играет. Следующая новость тоже будет добрая и позитивная. В одном из предыдущих роликов я уже рассказывала, как я тепло отношусь к пенсионерам, которые играют со своими детьми и внуками в компьютерные игры вместе. Так вот, в этой копилочке прибавления. Пользователь Райзет под ником StormRider2000 поделился историей о том, как он вместе со своим дедушкой прошел переиздание трилоги Mass Effect. По словам самого дедушки, он провел лучшие две недели за последние 30 лет. В рамках своего прохождения дедушка спас царицу Рахни, уничтожил базу коллекционеров и гетов, излечил генофаг, а также сделал из своего Шепарда сутенера, заведя сразу несколько романов. Ему бы новые Дакимакуры стали и Гарусом понравились. Мне вот понравились. А когда эту новость как раз стали освещать в СМИ, добавилось огромное количество пенсионеров, которые также сказали, что им понравился Mass Effect, и они еще поблагодарили разрабов, что те сюжетный уровень сложности добавили. Вот, например, цитирую. Я старушка, которой далеко за 60, и я только что завершила свое второе прохождение трилогии и получила огромное удовольствие. Повествование и развитие персонажей в ней просто потрясающе, и ты словно читаешь интересную книгу, герои которой навсегда остаются с тобой. В играх я все еще новичок, и у меня просто не хватает реакций для многих из них. Поэтому трилогия Mass Effect стала для меня настоящей находкой, и я бы хотела, чтобы таких игр было больше. 66-летний старпер здесь. Я часто играю в Destiny 2, но, похоже, нашел новую любимую игру. С огромным удовольствием прошел трилогию Mass Effect. Классно, что в ней не нужно иметь много друзей-геймеров, чтобы успешно играть. А сейчас я прохожу Андромеда, но скучаю по Шепарду и всему созданному оружию. Кстати, пенсионер на ваших экранах сейчас сам Legendary Edition проходит, и вот на меня выпало просто феноменальное количество багов. Но я все им прощаю, когда я только начинаю слышать этот замечательный Дарк Эмбиан Ферреса, когда я думаю о трогательной, чувственной песне Талли Зоры, или о том, как я буду скоро Лампово проводить свой день рождения в DLC Цитадель. Я готова им все простить и ждать продолжения. Кстати, насчет прощения и непрощения. Тут геймеры снова будут в ярости. Если кто не знает, Nintendo анонсировала новый Switch. Незадолго до этого были какие-то сливы информации, и все фанаты ждали просто невероятно мощного нового железа, и так далее, и тому подобное. Но вышло, что вышло. Кстати, подробности об этом вы можете узнать в нашем ТикТоке. Подпишитесь. Мы туда всю неделю загружаем контент. Даже Ярослав. Так что зайдите туда и посмотрите полный разбор анонсированного Switch'а. А теперь о других разборках. Тут первый раз в истории был подан иск в суд в виде комикса. Владелец хьюстонского магазина комиксов «Третья планета» Ти Джей Джонсон требует от отеля Краун Плаза компенсировать ущерб, причиненный его гостям. Они выкидывали из окон тяжелые предметы, повредили крышу магазина, из-за чего дождь намочил комиксы. Некоторые из изданий стоят тысячи долларов. Об этом пишет Лау Ком. Ти Джей Джонсон подал иск в виде комикса. На 13 страницах 4 специально нанятых художника изобразили все неудобства, причиненные Третьей планете за несколько лет. Например, в один из дней гости отеля сбросили на крышу магазина 14 огнетушителей. 14! Надеюсь, у владельца магазина есть доказательства того, что это постояльцы отеля. Ему пробили крышу, а не просто она там, например, прохудилась. А то будет жаль. В любом случае, надеюсь, что хотя бы огласка этой темы не оставит равнодушных и люди задонатят любимому магазину. А теперь давайте быстренько пробежимся по верхам State of Plague, который прошел в конце недели. Нам показали сразу несколько игр, но самыми яркими из них были Death Stranding Director's Cut, которая выйдет 24 сентября. Правда, только на PS5. В игру обещали добавить новый контент в виде врагов, оружия, построек и тренировочного полигона. Кроме этого, будут доступны особенности контроллера DualSense, адаптивные курки и вибро-отдача, 3D-звук и увеличенное разрешение. Я вот пока в оригинал никак не сыграю. Может, к тому времени, когда эта версия станет доступна на Пеку? Еще на Ивинте показали Lost Judgment, который является продолжением спин-оффа Якудза. Она, кстати, тоже 24 сентября выходит. И продемонстрировали 9 минут геймплея Deathloop. В эпизоде главный герой должен устранить одного из визерионов Алексиса Дорси. После смерти Кольт будет терять небольшое количество ресурсов, необходимых для прокачки и сохранения экипировки между петлями. Их можно будет забрать с голограммы и вместе кончины. Одна из способностей героя Reprizzle позволяет ему дважды избегать смерти, отмотав время назад. О том, что в игру вошла Джулиана, соперница Кольта, будут предупреждать специальной мелодией. Вариантов устранить цель всегда будет несколько, а узнать о новых подходах можно будет из окружения, в том числе подслушивая разговоры врагов. Релиз Deathloop запланирован на 14 сентября. И на сегодня это все. Подписывайтесь на соцсети в закрепах, я их специально туда каждый раз прописываю. И увидимся с вами в следующую субботу. Пока-пока! В Китае внедрили в Китае официально новость сто раз. И когда эту новость стали поднимать, в Китае внедрили официально распозна... решили внедрить. И когда эту новость... Внедрили систему распозна... В Китае официально... Оказалось, что вокруг очень умных в Китае официально раз... Ставьте лайк, я обязательно выживу.